Привет, друзья! Добро пожаловать на мой YouTube-канал, на мой Дзен-Яндекс-канал. Смотрите, печечка, горшочек, можно уголек засыпать и пользоваться. Дровишки тут же, вокруг елочки сплясать можно. А это, посмотрите, какая вещь, какая шикарная печка, да, тоже. Там, наверное, уголь внизу выгребается, а сверху, наверное, что-то засыпается. И, наверное, можно с собой возить, да? Она очень даже мобильная. У моих знакомых мне они обещали много нового. Посмотрите, какая вещь. Это ручная роспись. К сожалению, я не знаю, что это за клемо «Энн» и «Корома». Потом посмотрю и подпишу. Посмотрите, чудо. Такая очень хорошая, но вот потертая серединка, к сожалению. Очень хорошая мануфактура. И посмотрите, какой край у тарелки. Ну, сильно потертые. Снежинка вот эта золотая, потертая. Грозенталь шикарный. Просто шикарный. 20-30-е годы. Как-то называется, не пойму, как называется. Очень интересный набор голубого цвета. Посмотрите, как серединка выделена белой тенью. Цветочек золотой. Это шуман. Прелесть, да? Наборчик вообще не пользованный. Видно. Никто не пользовался. Даже любого на салфеточке он проложен. Это что такое? Это «Шлегальмельх». Тоже интересное. Тоже очень хорошее. В его стиле зеленое, золото. Прям он любил такие вещи делать. Это что-то такое этническое, наверное, да? 70 евро. Вот такая поставочка под салфетки. 800. Стоит клеймо. Так, извиняюсь, я просто слушаю, что они говорят. Стоит клеймо 800. Они взвешивают сейчас все серебро. Вот это стоит 70 или 80. Только что просушила. В общем, они все теперь взвешивают. И все по весу у них тут. Все серебришко. Так, опять я говорю серебришко. Кто-то возмущался, что я так говорю. Я шучу иногда. Там что-то стоит. Надо присматриваться. Прекрасный набор, да? Сакрыница. Ладно, пойдем в коробочки. Там коробочки есть. И мне обещали сегодня очень много нового и интересного. А то, что у них на столах стоит сегодня, это просто жуть какая дорогая. Еще покажу, что у них тут на столике есть. И потом пойдем в коробки. Вот такие вещи. Это Англия. Подсвечник. Вот это прекрасный цветок. Я не знаю, к сожалению, как он называется. Похоже, он без изъянов. Посмотрите, как края этого цветка выполнены. Просто чудо. Это карэнс. Чудесная вещь. Я даже боюсь спрашивать. Это у нас губель. Вот там скольчик небольшой есть. Птички. Птички дорогие. Тогда мне просто повезло у них взять, выменять на бракованный товар. Мне так, наверное, уже больше не повезет. Вот такой столик. Но еще, если хотите, то мы сюда еще вернемся. Вот и сразу вам тоже шуман. Но посмотрите, золото очень-очень выширокано, к сожалению. Какой-то интересный Зелтман Вайден сервиз. Но здесь он в перемешку с Фюстенбергом. Тоже зелененькой каемочкой, кстати. Кто-то, видимо, любил такое. Там что-то английское торчит. А, нет, Валерейнбух. Чашечка какая-то. Валерейнбух. Кстати, очень популярная вот эта вещь. Называется Бургенланд. Кстати, какие-то вещи из этого сервиза очень популярны. И очень хорошо стоят. Ах, вот она. Я полезла туда раскапывать. Это тоже Валерейнбух. Ох, симпатичный очень сервизик. Смотрите, с каким-то шиповником, да? Шиповничек. Бедный несчастный парусник. Весь уже побитый ветром. В передряге он побыл. Тоже какая-то Англия, не Англия. Так, не знаю, что это такое. Похоже на Англию. Не знаю. Буду утверждать. Не рассказала, что это Англия. Оказалось, Польша, по-моему. Вот вам и Хуммали. Семьдесят первый год лежит. И молчит. Это какой-то Китай. Ой, какой Китай интересный. Красочный. Так, это что такое? Это кубальт. Не поняла, что там такое. Какая-то буковка. Двенадцать евро детствую. Ох, какие. Какие горнолыжные очки. Шонсон Бройс. Так, тоже Англия. Пока, друзья, ничего такого не вижу, чтобы взять и схватить, и унести. Тоже что-то непонятное. Весь кракелюрия. У меня иногда исчезает резкость, к сожалению. И я не могу это контролировать. А потом, когда монтирую, нету резкости. Думаю, где же мои глазоньки были? Почему у меня нет резкости? Кто-то собирал что-то. Пятьдесят пять евро. Стоит это что-то? Смотрите, монетки. Пятьдесят пять евро. Такой альбомчик. А, кто-то собирал копеечки какие-то. Вот, показываю. Кто интересуется. Ну, что-то они все на одно лицо, эти мои монеточки. Вот он, вот он, розенталь. Он их стоял на столе или под столом, или где-то. И, видимо, у нас осталось что-то. Две какие-то тарелки. Они их сюда бросили. Излишки производства. Лиднер. Базочка называется Штекбаза. Сюда втыкаются цветочки, наливается вода и очень красиво смотрится. Очень хорошая вещь. А это что-то стоило где-то 180 евро. Представляете? Для письменных принадлежностей. Какие-то брошюрки там остались. Чудо, да? Это вот можно переносить с собой подмышкой. Какая-то картина. Картина. Это, наверное, литография, скорее всего. Так, это что-то интересное. Смотрите, уголочек оформлен. Очень интересно. То ли платочки. Платочки, наверное, да? Новый год. Новый год. Моника. Кучинройтер Моника. И Дед Мороз. Кучинройтер. Ой, вот я люблю такие картинки. Люблю, когда смотришь и о чем-то можно подумать. Великолепный картиш. Мне надо. Но я не вижу крышки. Я вижу только какие-то полотенчика. Может, где-то встретиться. Надежды мало. Тоже без клема. Очень старинная вещь. Она усталит от таких. Их много здесь валяется всегда. Ой, что-то побитное. Смотрите. Что-то было красивое. Очень теперь побитое. Какая-то модель яхты. Ага. Тарелка Пенгаген. Очень модная вещь. Очень дорогая. Одна тарелка. Какие-то вот такие очень дорого стоят. Я не раскупила, но помахнулась. Надо разбираться в этом во всем, друзья. Я, к сожалению, в таких вещах не очень. Красивая супница Туринья Томас. 80-90 годы. Картины. Ой, какой интересный автобус. 25 евро стоила где-то картинка. Вот такая где-то 29. Ой, а это я не знаю, что там. Просто хочу вам показать вот эту чашку. Посмотрите, какая она красивая. Ой, как жалко. Она одна. Вернее, не одна. У нее только десертная тарелка. К сожалению. Вот. В принципе, в отличном состоянии. Но не комплект. Я такой не беру. Хоть кто не говорил. Я лучше возьму хорошую вещь, потому что я все это ношу на себе. Так. Какая-то картина интересная. Ну, какой-то ДСП там с обратной стороны. Ой, смотрите, какая интересная ваза. С белым налетом. С белым рисунком. Вот эта штучка под, наверное, ситечка, думаю. МФВ. МФВ. Фэ. Господи, как она. Я никак не могу ее выговорить. Никогда. Соусник Розенталь. Так. Ну, обещали они мне, конечно, много нового. Но я пока... Нового много, но что-то как-то никак. Это современный Розенталь под Югенстиль. Такой вот интересный сервис. Мне, по правде говоря, что-то как-то не очень нравится. Формано. Интересная, да? Формано. Листочек, лепесточек. Тоже очень известная мануфактура. Часто мне встречается... Так, это что-то такое. Что-то там. Какие-то красочки. Красочки. Кто играл в детстве в красочки? Выбери меня. Тоже что-то интересное. Так, это что такое? Смотрите. Наверное, украшение какое-то. 1822 год. Италия. Так. Наверное, украшение на дверь, да? Или куда это? Ну, на стену. Я так и знала. Вот. Я нашла в Ваймерсервис. Смотрите. Майсенки букет. И здесь еще вот такие тарелочки подвесные от Вистенберг есть. Так. И, похоже, он в полном комплекте, в полном составе. Эта вазочка, я не знаю, что это такое. Геральт. Геральт какой-то. Так, откладываем Геральта. Так, вот это тоже откладываем. Так. Это надо мне сейчас к ним подойти. Сейчас будем делать дело с ними. Смотрите, какая. Что это такое? Копилка, да? 87-й год. Так, ладно. Друзья, я отключусь. И потом вам доложу. Посмотрите, какая потрясающая ваза. Я не знаю, что это за... Ой, производство. Это не ваза. Видимо, это под кашпо, да? Подставка. Очень интересная. Ой, так все дорого. Ужас. Хотела сейчас сервис купить. Ой, тоже симпатичная вещь. Старинная. Может быть, 20-30-е годы даже. Такая вещь. В общем, лома ценная. И даже друзья по знакомству не скидывают нисколько. Нисколько. Так что, друзья, будем гулять. Гуляем. Ох, вот эта вещь. Вот эта вещь. Симпатичная сахарница. Ну, хоть сахарницу куплю у них. Думаю. Надеюсь, она недорого будет стоить. Эта сахарница. Что там еще интересного? Вообще, рынок, конечно, это дорогой. Ой, какая вещь. Это... Так, не знаю, что это такое. А, анахутэ. Ну, конечно же. Какие-то знакомые буквы. Анахутэ. Кстати, очень хороший бокал. И он один. Он один. К сожалению. Так, крышка какая-то. Так, ладно, сахарницу хоть взять. Надеюсь, не заумят за нее. Так. Вот здесь вот скольщик. Нет. Все. До свидания. Смотрите, какую лампу нашла. Интересная. Из толстого стекла. Я не знаю, как это все работает. Но очень симпатичная. И даже можно для декора просто поставить на балкончик куда-нибудь. Очень даже. Нравятся такие вещи. Как... Они бесполезные. Но как они бесполезные? Конечно же, они для эстетического наслаждения. Да. Слышу цены, которые объявляют покупателям. 30-40 евро. 30-40 евро. В общем, похоже, лафа закончилась. Керамическая арт-коллекция. Ух ты. Какой-то домик. Смотрите. Домик, кстати, сюда свечка вставляется. Это на Рождество. Такой декор. На столы ставят. Кстати, хорошая вещь. Даже со свечкой сгоревшей уже. Видимо, из какого-то дома. Уже использованная. Ой, какая красота здесь. Смотрите. Майолика, да? Какая-то лампа. Господи, неподъемная совершенно. Класс. Как мне нравятся такие вещи. Но это для ресторана. Бросилась к этой пушке. Смотрите. Увидела Майсом. Какая-то подпись. Дарстинная, наверное, 1996 год. Ну, вот скол. Вот и скол. Вот и скол. И вот это тоже, смотрите. Какая симпатичная вещь. Что-то она какая-то странная. Да нет, она не странная. Как бы хорошая. Но вот у нее юбка. У них у всех юбки обудранные. Это бесполезно. Купить такие вещи. Их даже берешь в руки. Они уже откалываются. В общем, сегодня, друзья, пусто. Какая классная вещь. Вот эта красивая. Даже тарелки есть. Очень симпатично нравится мне. Очень жалко. Очень симпатичный поднос. Но здесь трещина, видите. В плане лихийский. Здесь есть какая-то блямбочка на обратной стороне. К сожалению. Он с брачком. Так бы, конечно же, он бы был у меня. Что это такое? Что это такое? Вот такие вещи я не люблю. Я не знаю. Я не понимаю. Пятна какие-то. Может быть, я действительно чего-то не понимаю. Лампа. Очень хорошие бокалы вот здесь лежат. Очень похоже на Мозер. Но я не уверена. Никакой маркировки я не вижу. Хотя до 2020 года вроде бы как не ставилась маркировка. Не знаю. Я не уверена. В таких вещах надо разбираться. Вот это потрясающая вещь. Посмотрите. Сахарница есть. Две чашечки молочника. Кстати, молочник можно как бы взять мне. Мне нужен такой молочник. Наверное. Так. Надо показать его мне. Так. И все. Больше здесь ничего особенного нет. Так. Что это такое? Это польское, по-моему. Вот тоже хорошие бокалы. Старинные или под старину. Так. Ботинки чьи-то. Сумка, друзья. Хермес. Шучу. Смотрите. Ну, кожа, кстати. Неплохая сумочка. Такая багет. Да? Багет, по-моему, называется. Такая форма. Вот для ребятишек тоже какие-то опять же блюдечки. Интересно мне посмотреть. Это чашечки. Мелита. Чашечки детские. Вот они, наверное. Нет, это совсем другое, но тоже детские из какой-то сказки. Не поняла. Какая-то бабуля. Ягуля-бабуля. Так. Подставки под книги. Чик-чик. Ой, тут мелочевки. Всякие ангелочки. Кто-то любил очень, видимо. Что здесь такое? Так. Бетховен. Смотрите-ка. Старинный Бетховен. Под увечительным стеклом. Это, кстати, стекло. Кстати, неинтересная рамка, да? И очень интересно. Тут все заклеено, залеплено. Надо спросить, сколько стоит. Возьму на всякий случай. Хотя я вообще совершенный профан в этих делах. Вот тоже интересно. Очень поднос такой уже был. Наподобие с птицами. Еле его утащила. И до сих пор он у меня лежит. Так, вот смотрите. Даже есть подставочки под стаканчики еще от Италии. Но они ободранные, эти итальянские стаканчики. Так, сейчас пороюсь. Объясните мне, что это такое. Смотрите, вроде бы старинные ложки, да? Это ардеко. И на них стоит 20. Я не знаю, что такое 20. Наверное, какое-то посеребление, да? Не глубокое. Скорее всего. Еще нашла интересную ложку. Это, наверное, для вобстера. Смотрите, есть вобстер. Она такая изогнутая. Очень интересно. Чего только не увидишь, да? Это для ситечка. Но здесь должно быть еще одно блюдечко. Вот это ситечка. Тоже посеребренное, видимо. Так все валяется. Целая куща была. Ну, она и есть, конечно же. Трио. И я все перерыла. В общем, здесь сход золота не очень красивый. Не очень хорошее состояние. Но я нашла вот эту. Я такую же дома разбила. И сейчас только что-то уже не разбила. Видели, да? Как соскользнуло. В общем, она моя. Я ее забираю. Это тоже интересно надо поискать. Может быть, вот это в хорошем состоянии будет. Тарелочки. Сейчас посмотрим. Нашла вот такие старинные чашечки. Но, к сожалению, здесь вот скол. Одну пару я взяла. И все. Сейчас у меня что-то... Что ты хочешь мне еще дать? Хочу вам показать вот такое зеркало. Смотрите. Вау, крутое. Какое крутое, да? В какой-то бахатной, уже выигревшей, да? Поплетки или как это назвать. Шикарная. С подсвечниками. Со свечами. Очень жилое. Неимоверно. То есть, его только на слонах везти куда-нибудь. Смотрите, что здесь творится. Коробки с очками. Кто это все купит у них когда-нибудь или нет? И вот такие турини сверху. Придавленные эти очки. Так, это солнцезащитные, да? Нет, не только. Ну, мне как раз надо. Надо померить, почитать. Смотрите, какие смешные. Вообще, можно выбрать. Не думаю, что дорого стоит. Как вы думаете, сколько это может стоить? Свебель Мустер Кала. Такой кувшин обалденный, да? С лепниной. А тарелочка. Ой, нет, не очень обалденная. Ой, друзья, у меня так нос чешется. Наверное, я сегодня по носу точно получу. Так, тарелки я уже сегодня похожие купила. Они тяжелые. Какая прелесть, смотрите. Какое чудо. О, без крышки, да? Кофейничек без крышки. Скажу сейчас, сейчас скажу. Буква Б. Это польская вещь. Очень симпатичная, да? Опять резкости нет. Показываю. Рассказываю. Еще раз показываю. Вот. Польская вещь. Очень симпатичная. Ой, я кое-как вылезла из этих коробочек. Как обычно, погрязла там на полдня. Смотрите, вот люди берут лампы. Не знаю, для себя или продают это они все. Трудно сказать, конечно же. Смотрите, ассортимент, да? Еще корзиночка. Кстати, хорошая керамика. Мне очень нравится. Очень хорошая вот эта ГДРовская керамика. Или, может быть, Вест Шоумани. Она очень ценится. Смотрите, что нашла. У меня были уже такие тарелочки похожие. Только от другого манфлактура, более старинные. Ой, ну они здесь... Вот эти вот тоже хорошие, но они в очень плохом состоянии. Вот эти еще как-то получше. С прорезным краем. Но царапина вот... Царапина сильная. Что-то мне как-то не очень, друзья. Мне нравится. Они не очень старинные. И в очень плохом состоянии. Вот такой здесь столик. Рванула я к этому столику. И, к сожалению, ожидание и реальное, да? Как обычно. Кстати, кто-то спрашивал у меня этот сундучок в прошлый раз. Сколько он стоит? Сейчас спросим, друзья. И для чего? В общем, друзья, я все выяснила. Это для шляп. И стоит такая вещь 300 евро. Ну, она шикарная, конечно. Вот кто спрашивал. Отвечаю на ваш вопрос. Вот такая 120 на ножках. Тарелочки. Ой, какая красота. Ух, не буду я трогать, конечно же. 370. Это, наверное, для письменных предназначностей, да? Ой, вот эта прелесть. Ну, конечно, все расшатано уже, наверное, от старины. Вот это тоже, это на Сергею Мюллер, думаю, под яички. Смотрите, все вместе. Нет. Ну да, Сергею Мюллер. Классная вещь, конечно. Очень интересное место. Люди, которые занимаются очень профессионально. Посмотрите, какие рисунки интересные. Вазин, художник. Какой-то город, я не поняла. Пекали, пекали, что такое. Стульчики маленькие. Детские, я спросила. И вот эта вот чаша на подпорках. Так, где она? Вот она. Это 30-е годы. Прессованное стекло. Очень мне понравилось. Замечательно. Просто ваза. И вот такие вазочки мне очень нравятся. Тоже в юган стиле. Но немножко другие. Просто мечтаю. А вот кувшин стоит позади этой вазы. Они такие тяжеленные. Эти кувшины, эти тазики. Невероятные. Я не представляю, как раньше носили воду. Греяли, да, и умывались в таких тазиках. Если можно так сказать, в чашах. Ой, у него тут вообще, конечно, прекрасные вещи интересные, старинные. Юган стиль. И все, что хочешь. А это, наверное, для писем. Или для каких-то бумаг. Или я не знаю, для чего. Какие вещи раньше служили. Утяжок прелесть. Посмотрите. Ой, наверное, таким удобно. Рукава гладить. У меня все время проблема. Рукава разглаживать. Это что-то с чем-то. Ну, какие-то хлопушки. Что-то хопать. Это с фибутер. А? Фибутер? В общем, вот эта вот хлопушка. Это делать форму из масла. Мужчина рассказал, что еще в Берлине так делают. Он до сих пор из больших кусков. Делают формы масла. Очень интересно, да? Такого я еще не видела и не знала. Вот ручка прекрасная. Посмотрите. Прекрасная. Ой, тяжеленькая. Посмотрите, какая чашка с блюдцем. Это в Этвот Англия. Даже не знаю. Даже не знаю, сколько она может стоить. Наверное, тысячи. Ну, здесь такой столик, хочу сказать, КПМ. И все на свете. Нашла на одном столе невероятные миниатюрки. Это на фортворе нарисовано. Конечно же, художник. В общем, очень старинные. Раньше именно вот так заклеивали тыльную сторону картинок. Из книг просто обрезали бумагу и так вот обклеивали. Вот эта вот оплетка, слоновая кость и покрыто все это стеклом. Просто шикарная работа, тонкая роспись. Посмотрите, как шарфик порисован. Как порисован рукав, да? Просто невероятно. Какая чаша. Чаша. Так, чаша. Она огромная. Ее, конечно же, должны очень сильные люди носить и держать. Вот такие пута они ее держат. Из последних сил. Вот этот прям. Смотрите, у меня такое личико. Он прям старается. А там кто-то ест. Внизу сидит. Кто-то подъедает уже этот виноград или что это. Ой, была в дорогих я рядах. Вылезла. Наконец-то. И сразу в коробочке. Занырнула. Я здесь чувствую себя лучше. Ух ты. Кобальт. Ваймер. Надо брать, друзья. Кстати, называется как-то Гавайи. Представляете? Райхенба. Так. Наверное, тоже надо брать. Или нет? Тут какие-то... Мне не нравятся. Не прокрасы. Вот здесь судорно. Нет. Ой, какая миленькая. Смотрите. Без клемма абсолютно. Но очень симпатичная, правда же. Ой, нет. Сильный рисунок. Пострадал. Очень симпатичные две картинки. Посмотрите. Параллельные. Параллельные линии не пересекаются. В общем, здесь какие-то картинки, фотографии. Аж здесь что в коробочке. Ой, сейчас открою, а там Майсон. Или еще что-нибудь похоже. А нет, это какая-то рамка, не рамка. Ну, что-то пластиковое. Ну, уж достанем, да? Ой, это фотографии какие-то. Кстати, рамки неплохие. Друзья, как вы думаете, что это такое с увеличительным стеклом? Может быть, это косметический кабинет какой-то? Там внизу, смотрите, какая-то печка, не печка. Для чего это? Или это для маникюра, или это для зубного кабинета. Я здесь, донтисты, расскажите. А там, смотрите, столик с тазиками. Вмонтированные тазики. В общем, здесь такие полезные вещи. Но здесь, я уже думала, я уже все видела. Смотрите, что нашла. Дощечка для завтрака. Вот розенталь. Какая прелесть. Так я ее возьму. Может быть, даже она мне нужна, пригодится. Я люблю такие вещи для завтрака. Ну, или для сыра. И посмотрите. Заварник. Это Китай. 86-й год. Какой он чудесный. Какой он классный. И он в очень хорошем состоянии. Ой, эта красота какая. В общем, пойду рыться еще раз. Еще раз пришла в эту коробку в 10-й год. И случайно нашла, что на стаканчике стоит этикеточка нахмала. Представляете? И решила я выбрать 6 прекрасных бокалов. По-моему, называется даже эта линия. Не помню как. Но вот это нахмал из 5 штук всего набралось. Хотелось бы, конечно, 6. Вот. Так что я их, наверное, оставляю. И 6-ю я, наверное, не найду. В этой коробке, вот смотрите, тоже нахман такая вазочка. Но это, по-моему, современные уже. Они не очень дорого стоят, вот эти вещи. И на нахмане, и, по-моему, наиболее я видела тоже что-то интересное такое. Видела подсвечник такой, как-то в коробке тоже валялся и не просекла, что это нахман. И не купила. Потом пожалела. Вот уже интересное. И духу, и душу. Не знаю, я уже не хочу с подносами связываться и их тащить на себе. Смотрите, какое зеркало шикарное, с тумбочкой. Я думаю, что это 60-70-е годы, да? Ну, крутая, конечно же, вещь. Как не обожаю те времена. Вот прям обожаю. Хлебом не корми. Но я не представляю, как это все вписать в свою квартиру. Вообще не представляю. У меня муж занимается обстановкой, а я так на подхвате по мелочам, по аксессуарам. Там что-то творится непонятное, какая-то распродажа. Пойдемте посмотрим. Распродажа здесь так себе. Распродажа. Вот то, что мне понравилось больше всего. Вот такие вот непонятные сухие листочки. То ли камыш, то ли что. Непонятно. И так мне больше ничего не понравилось, потому что сход золота очень сильный. Такая-то голубень. Краутхайм, кстати, неплохая. Смотрите, какая яркая. И очень интересная чашечка. Очень даже. Надо спросить. Надеюсь, не 30 евро, не 40 евро, как обычно. Интересный набор. Без клемма. Это тоже что-то интересное, непонятное. Ну, какая красотулька. Шерхольц. Ой, Шерхольц. Да, Шерхольц. Правильно подумала, правильно сказала. Это, наверное, Лимош. Конечно же, Лимош. Потертый. Но очень старинный, наверное. Скорее всего. Не знаю. Не разбираюсь совершенно в лимошском фарфоре. Но нюх есть, что это Лимош. Интересный кувшин. Такой мужчина с гусиком. Наверное, Мартин его зовут. Почему-то я так думаю. Очень мне понравилась эта мебель. Уж не знаю, как ее назвать. Стоит она 250 евро. Вот с таким милым скворечником. Еще мне понравился этот торшер со стеклянной ножкой. Я думаю, что это Мурана. Вот как раз ее разобрали. Но мы успели все-таки его рассмотреть. В этих коробочках, так себе коробочки, я нашла потрясающее мыло винтажное от фирмы. Это настоящая фирма Hermes. Пахнет замечательно. Без каких-либо таких сильных отдушек. Но очень приятное. Спасибо вам огромное, друзья, за ваше внимание. Пойду я дальше. До новых встреч. Секретка обнимаю. Ваша Лена. Еще поснимаю, конечно же, и в следующей серии что-нибудь вам покажу.